Я вообще приветствую любой союз, хотя есть у некоторых специалистов, экспертов опасения, что это как принудительный союз. Кто-то говорит, что это плохой союз. Сейчас в соцсети так развито, что читаешь все комментарии. Но я лично для меня этот союз, мне кажется, не противоречит, потому что я часто приезжаю в Россию, в Москву, друзьям, здесь близкие мои, родственники тоже есть. Что могу сказать? Мы и так культурно оснащены, сколько-то лет вместе, даже веков, сколько вместе. Когда была еще современная Золотая Орда, были вместе, это было в 13 веках, что сказать сейчас. Нам нечего делить, у нас общая культура, у нас общие победы, общие беды, к сожалению. У нас общие трагедии были, общая революция была, общий успех были. Космос осваивали, хлеб покоряли, кукурузу съели. То есть все это наше общее. Если я, например, уезжаю в Гонконг, Европу или в Африке бываю, я показываю Казахстан, независимую страну и так далее. Они окей, окей, но какое-то время проходит, они все равно меня называют yellow russian, желтые русские. Потому что на русском не похожи, но я русскоязычник, потому что переводчики на русском уже говорят. В этом плане я, конечно, за интеграцию. Я вижу интеграцию в Европе. Приезжаешь в Европу, там да, они оптимистично смотрят за свою интеграцию, защищают эту интеграцию. Хотя есть некоторые эксперты, которые против этой интеграции, там кризис, это и это. Но мне кажется, союз это лучше, потому что в мире сегодняшнем при союзе это лучше будет. Это мое чисто такое мнение. А насчет того, что наши политические лидеры и так, мне кажется, как союзники, как друзья, и военного потенциала. У нас единая, по-моему, противовоздушная оборона, как я понимаю, ракетная или как там, да, авиапространство. То есть мы и так едины. То есть, ну, я думаю, всегда на Россию опираемся как на старшего брата или как на старшего соседа. Вот так, примерно так. Это мое мнение, конечно, но мне кажется, и многие казахстанцы тоже так говорят. Хотя за них я не могу, конечно, заручаться, но меня это пока устраивает. Хотя есть какие-то опасения, некоторые пугают, какую-то независимость можно потерять или это потерять. Хотя я как бы в последнее время вообще-то из-за событий и в Украине, и это я стараюсь не следить за телевизионными новостями, потому что как бы слишком родное, близкое и бьется слишком. Поэтому я лучше своей теме, которая, ну, как бы бизнесом в Африке, основном в этом я сейчас концентрируюсь. И все могу сказать вот так вот. То есть я за Союз, конечно, но, конечно, хотелось посмотреть, больше узнать, конечно. Она не осталась в куруарах там каких-то, ну, эксполитических людей или экспертов. Ну, как бы у нас тоже, мы тоже были, как бы, сюда вовлечены, да. Чем мы можем помочь этому Союзу? То есть в простом примере, не просто три руководителя решили соединиться, а народ тоже вовлечен был, чтобы было пространство, ясность. Как бы, вот в этом плане, я думаю, есть какой-то сегмент опасений, что народ чувствует, что что-то они, ну, страх, что что-то они не узнают или что-то так без их согласия что-то будет. Вот это мое мнение просто. Не политическое, а простое такое человеческое.